Продолжение следует... 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 И хотела бы вам напомнить, что топография первичных амитропий, в частности астигматизма, выглядит вот таким образом. И сравните с топограммами, которые представлены выше. Тактика ведения пациентов с индуцированными амитропиями заключается в первом этапе по необходимости проведения лечебно-профилактических мероприятий. И второй этап – это проведение оптической нехирургической реабилитации, в частности очковая и контактная коррекция. Как мы все с вами знаем, что индуцированная амитропия, если эти амитропии выражены, если выраженность поверхности роговицы довольно сильная, большие перепады, то, соответственно, у нас с вами очковая коррекция будет малоэффективна. При подборе очков также будут возникать сложности с достижением максимальных зрительных функций у пациента. Это будут проблемы с адаптацией, а также, как мы все знаем, по стандарту при подборе очковой коррекции, если у пациента амитропия, то в рецепт мы с вами, как правило, не ставим разницу в рефракции больше двух диаптрий. Но у пациентов, у которых выраженная и регулярность роговицы, бывает очень большая амитропия, и тем самым мы с вами не можем создать условия для полноценного бинокулярного зрения. И, соответственно, сравнение с контактной коррекцией при индуцированных амитропиях мы можем с вами достичь с помощью контактных линз максимально возможных зрительных функций практически даже с первого подбора. Это быстрая адаптация к контактным линзам у пациента и возможность обеспечения полноценной бинокулярной функции. Что мы можем на сегодняшний день предложить пациентам с индуцированными амитропиями? Ну, если это невыраженные регулярности, то это стандартные индивидуальные мягкие линзы, сферические, и торические, это жесткие роговичные контактные линзы. Но зачастую бывает, что опять-таки выраженная регулярность поверхности, и пациенту, к сожалению, уже даже если мы попытаемся подобрать мягкие или жесткие контактные линзы, то за счет, опять, выраженной регулярности, плохая посадка, низкая острота зрения, дискомфорт у пациента, плохая переносимость контактных линз. Чем же мы тогда можем с вами помочь таким пациентам? Помочь мы с вами можем именно склеральными контактными линзами. Ну, опять-таки, да, каратенечка, склерально-контактная линза, да, линза большого диаметра, она как купол перекрывает роговицу нашу, образуя тем самым единую оптическую систему, да, вместе с водным резервуаром, который составляет именно физраствор, да. Когда мы, перед тем, как одеть контактную линзу, мы заполняем чашу с лиральной линзой именно физраствором, да, соответственно, формируется единая оптическая система и обеспечение компенсации, да, и регулярности поверхности, вследствие чего происходит, да, уменьшение аберраций, как я уже до этого говорила в своем первом докладе, да, и значимое повышение остроты зрения. Так как мир не стоит на месте, да, материалы и дизайны склеральных линз постоянно совершенствуются, соответственно, расширяются и показания к подбору склеральных контактных линз. То есть это уже не только у нас с вами, да, вторичные метропии индуцированные, которые вот я жирным шрифтом выделила, но еще это может быть, да, и стандартная роговица, наличие астигматизма в высокой степени регулярного, непереносимость мягких контактных линз, жестких контактных линз, да, синдром сухого глаза, эндолиальная пателлянная дистрофия, да, различные также состояния эктропион-энтропион, логофтальм, трихиаз, и на самом деле их много-много этих всяких показаний. Я выделила вот на слайде статью, которая вышла, ну, уже относительно давно, да, но она до сих пор очень актуальна. Здесь авторы максимально раскрыли эту тему, то есть хоть и называется статья, да, потенциальные противопоказания к склеральной контактной коррекции, но на самом деле там довольно подробно описаны и показания. Кому интересно, можете ознакомиться. Также помимо этого, да, на рынке сегодня представлены немалое количество, да, фирм, которые изготавляют контактную коррекцию. Ну, вот я хотела бы выделить, да, именно склеральные линзы фирмы OkiVision, да, линзы SmartFit. Это именно кастомизированные склеральные линзы, которые являются, да, результатом уникального опыта, да, подбора контактных линз клинических исследований и научных исследований сотрудников Национального института миопии, которые все объединено, да, с современными технологиями и инновациями. Преимущество склеральных контактных линз SmartFit является, да, первоначальный комфорт и четкое зрение благодаря стабильной посадке за счет того, что линза большого диаметра и хорошо, стабильно сидит на глазу. Это минимальный риск попадания посторонних частиц под линзу, которая тоже связана с тем, что диаметр линзы большой, да. Обеспечение постоянного увлажнения поверхности роговицы, в частности, да, это купирование, если у пациента параллельно еще есть признаки синдрома сухого глаза, мы можем с вами убить сразу двух зайцев, да, то есть и повысить остроту зрения, и обеспечить купирование признаков синдрома сухого глаза. Также кастомизированный подход в склеральных линзах SmartFit позволяет подобрать, да, максимально индивидуальную линзу по параметрам пациента. Диаметр, базовая кривизна, оптическая сила представлены на слайде, да, и это, как вот я написала, не предел действительно. То есть любое вообще состояние, да, какое бы состояние роговицы, да, и состояние глаза у пациента не было, какая бы ни была выраженная регулярность, мы с помощью склеральных линз SmartFit можем помочь пациенту. И современный газопроницаемый материал, а также плазмная обработка поверхности составляют безопасность и комфорт при ношении этих линз. По дизайнам каротенчика, да, дизайнов много у линз SmartFit. Это сферический, периденторический, мультифокальный, мультифокально-торический, дефокусный, дефокусно-торический, призматический на сегодняшний день появился, да, это компенсация гетерофоригетеротропии, и косметические с целью скрытия дефектов глазной поверхности. Помимо этого, есть различные дизайны опорной части склеральной линзы, что создает максимальную, да, конгруентность поверхности склера, и, соответственно, это все способствует комфорту и лучшему переносу склеральных линз. Также, что хотелось бы сказать, что в Институте глазных болезней имени Михаила Михайловича Краснова мы проводим на сегодняшний день две диссертационные кандидатские работы, которые как раз-таки связаны с оптической реабилитацией пациентов с индуцированными тропиями. Мы брали различные группы, да, вот я здесь объединила в табличке, это первичные, да, эктазии, далее это состояние после различных видов кератопластик, после имплантации сегментов при кератоконусе и после проведения различных кератрифракционных операций. То есть мы смотрели состояние до и после, да, на фоне ношения контактных линз. То есть вы видите, да, насколько у нас значимо повышается острота зрения у пациентов с данными патологиями на фоне ношения склеральных линз. И кратенчика несколько примеров для наглядности. Первый клинический пример – это стабилизированный кератоконус пациентка 89-го года рождения. С 24-х лет выставлен диагноз кератоконус, сделан кросс-лингинг на оба глаза. На сегодняшний день кератоконус стабилизирован. Правый глаз – вторая стадия, левый – вторая, третья. Пользовалась ранее мягкими контактными линзами, но пришла к нам с жалобами на низкую остроту зрения и на попытку подбора какого-то другого метода коррекции. Данные визометрии представлены на слайде с довольно выраженным сферическим, цилиндрическим компонентом. Мы достигли всего лишь 5,4. В ходе общения с пациенткой мы предложили примерить склеральные контактные линзы SmartFit. Соответственно, получили высокую остроту зрения в единицу каждый глаз. Соответственно, пациентка ушла довольная. Вот то, что Татьяна Казимировна в своем докладе говорила, что все-таки действительно есть ассоциация кератоконуса с какими-то психологическими такими аспектами. Но в большинстве случаев все-таки пациенты попадаются очень позитивные и благодарные. Конечно, бывают пациенты, которые действительно могут, скажем тогда, на сленге вынести мозг врачу. Но в общем целом, как бы все равно мы достигаем какого-то комплаенса и пациенты от носа уходят довольные. Следующий клинический пример – это радиальная кератомия подбор склеральных линз. Пациентка 71-го года рождения. В 90-м году по поводу близорукости была выполнена радиальная кератомия. Вроде все было ничего много лет, но в дальнейшем, в последние годы, пациентка начала испытывать жалобы на снижение зрения, как вдаль, так и вблизи. Данные по остроте зрения мы с вами видим. 6 десятых не коррегируются. Соответственно, были также, все проговорено было с пациенткой. Мы решили совместно, приняли решение попробовать подобрать склеральные контактные линзы. Получили высокую остроту зрения, получили комфорт при ношении стороны пациентки. И в данном случае у нас получилось даже заказать мультифокальный дизайн. То есть острота зрения правого и левого глаза, видите, на слайде 90-х, 80-х, чтение в линзах 80-х. Пациентка очень довольна носит линзы. Клинический пример третий. Пересадка роговицей и тоже с коррекцией с склеральными линзами. Данный пациент у меня был не так давно, кстати, где-то пару месяцев назад. Пациент с мамой из Северной Кореи. Приехали в Россию, в Москву, прооперировали. Да-да-да, из Северной Кореи. Кстати, очень позитивные товарищи. Приехали в Москву, прооперировали, сделали пересадку сквозную на левом глазу, правой глазу, клиническая стадия кератоконуса. Данные о фрактометрии, кератометрии на слайде. Обратите внимание, левый глаз цилиндр 12, это довольно часто встречается после сквозных пересадок. Данные о визометрии. Если правый глаз у нас все довольно-таки хорошо, потому что субклиническая стадия кератоконуса, он видит 1,0, 1,2, то левый глаз по зрению с помощью пробно-очковой коррекции мы добились только 1,1. Опять-таки в ходе разговора мы приняли решение подобрать склеральную линзу сначала на левый глаз, а потом пациент как бы возжелал, конечно же, и на правый глаз. Потому что, учитывая, что все-таки острота зрения без коррекции правого глаза 1,1, мы, соответственно, подобрали и на правый, и на левый. Получили отличный результат. Правый глаз острота зрения 1,5, левый глаз 1,2. Соответственно, пациенты, они очень плохо говорят по-русски, но их восторг просто было не описать. Там мама прям вот, я не знаю, там прыгала до потолка, и у нас все администраторы, медсестры клиники, мы радовались все вместе. В общем, это было действительно очень трогательно. Четвертый клинический пример – это полицидная маргинальная дегенерация. Пациент 76 года рождения, жалоба на снижение зрения вдаль, появление ореолов, кругов светорассеяния. Со слов, только в 2003 году стал замечать, что зрение стало падать. В 2008 году ему был выставлен диагноз. Коррекции он, как таковой, никогда не пользовался. Не пользовался, авторефрактометрия не дала никаких результатов, потому что выражена регулярность поверхности. Вы можете посмотреть снимки по биомикроскопии и по томографии. Острота зрения 0,08 и 0,2. Соответственно, также были подобраны склеральные контактные линзы Okivision Smart Fit. Параметры представлены на слайде и получили высокую остроту зрения. Однако в данном случае мы с пациентом обговорили и приняли решение подобрать пациенту по рефракции, по технике MonoVision. Получается, правый глаз у него видит острота зрения практически единицы, левый глаз 7 строчек. И общие бинокулярные у нас острота зрения вблизи 6 строчек. Пациент также очень доволен. В заключении, что хотелось бы сказать, что склеральные контактные линзы – это идеальное решение для тех пациентов, в которых имеются выраженные регулярности поверхности и которым не подходят какие-либо другие средства коррекции. Кастомизированный дизайн склеральных линз Okivision Smart Fit позволяет подобрать максимально индивидуальные контактные линзы на основе всех индивидуальных параметров пациента. И результаты проведенного исследования в Институте глазных болезней также доказывают высокий коррегирующий эффект склеральных контактных линз при индуцированных амитропиях любой этиологии. Благодарю всех за внимание.